Привет, друзья! В этом видео хотелось бы подвести итоги года. Вроде бы через три часа у меня уже наступает Новый год. Вместо того, чтобы сейчас находиться с родными, начать подъедать там какие-то уже салатики, я вот сел один и записываю видео для вас, потому что хочется как-то структурировать всё, что сейчас находится у меня в голове. Хочется как-то этому всё передать. В общем, смотрю, что многие люди записывают видео, каких целей я достиг за год. Вот эти вот все продуктивные чек-листы и прочие цели, желания. У меня тоже это есть, у меня тоже есть цели, я тоже это всё записываю, я ни в коем случае не против этого. Просто этот год вообще выдался очень непредсказуемым. И в начале года я даже предположить не мог, что окажусь в той точке, где нахожусь сейчас. Я уже в одном из своих видео рассказывал, что в начале года, после начала войны, я потерял почти весь свой доход. И просто не знал, что делать. Потом я был вынужден переехать. И, в общем-то, всё это как-то воедино сложилось. И во многом с помощью криптовалюты, с помощью крипты я всё это сделал, потому что было много проектов, которые оказались скамом, типа Степана, типа Let Me Speak. Много Play to Earn проектов, которые были в начале этого года. На них удалось заработать, когда я переезжал. Деньги в очень многом я получал со Степана, с ходьбы. За счёт того, что я взошёл почти в самом начале, удалось с этого заработать. Потом мы собирали даже пул по Степану в Телеграм-канале. Собрали ребят, закупили кроссовок. И на Binance Smart Chain ходили, минтили. Тогда можно было очень быстро окупиться. Но мы пул собрали, к сожалению, уже поздновато. И буквально через несколько дней после того, как мы начали ходить, минтить, Степан объявил о том, что он уходит из Китая. Естественно, всё посыпалось вниз. Я думаю, вы все помните эти истории. Ребята решили не выходить из проекта. Я тоже их, в принципе, поддерживал во всём. И в итоге люди потеряли много денег. Но это ещё ничего, потому что в этом году многие люди потеряли вообще своё жильё, своих родных, остались без дома. И я не хочу, чтобы это видео было грустным. Но в то же время хочется передать для себя, даже в будущем, ту атмосферу, тот год, который был. Говорить, что всё было хорошо, и я достиг таких-то целей, я просто не могу. Потому что всё не было хорошо в этом году, и у меня не было хорошо, а у других людей было ещё хуже. Поэтому заявлять там о каких-то своих крутых достижениях, ну, для меня просто кощунственно. Мне хочется помочь людям, которые оказались сейчас или оказываются в ситуации, в которой был я, когда лишаешься каких-то основных источников дохода, когда не знаешь, что делать. И в том числе на своём канале я рассказываю, как зарабатывать на криптовалюте, как с помощью неё можно построить свой пассивный доход. У нас есть специальный человек-трейдер, который рассказывает вам, как трейдить на фьючерсах, что такое money management, risk management, как вам зарабатывать активно на трейдинге. И в общем, это то, что я могу вам дать, и то, чем я хочу делиться. Поэтому надеюсь, что мои видео вообще полезные вам, и кому-то они помогли изменить что-то в своей жизни. Сегодня в телеграм-канале я раздал 300 долларов разные. У нас были раздачи, криптобоксы, промокоды. Значит, приз за лучшую фотку у нас, он, наверное, ещё идёт, потому что, наверное, на первого числа раздам награды. Новогоднюю фотку нужно сделать. Ну и, в общем-то, как всегда, есть люди, которые поддерживают, есть люди, которые пишут негатив и говорят, что ты пиаришься, ты там с нами играешь, бросаешь нам деньги, там, как знаете, как Павел Дуров выкидывал из окна пятитысячные купюры, да. Нет, на самом деле это не так. Я понимаю, что я никому не могу помочь этими деньгами, там. Я не могу дать даже 50 долларов человеку, это не особо ему поможет. Плюс у меня в Телеграме, например, людей, которым реально нужна помощь, их очень много. И я понимаю, что всем помочь тоже нереально. Это просто моя такая благодарность за то, что люди смотрят мой контент, за то, что люди подписаны на меня. Поэтому одна из целей и то, чем я, ну, горжусь, наверное, за этот год, это то, что мне удалось преодолеть все сложности, которые были в этом году, и не скатиться в какой-то скам, я не обманывал людей, я не рекламировал бинарные опционы ни разу в своей жизни. У меня не было ни одной партнерской ссылки на бинарные опционы, я даже там не торговал. И, в общем-то, сохранив свою совесть, мне удалось дожить до конца этого года, за что я очень благодарен. А теперь давайте немножко о позитивном. Я знаю, что у многих из вас тоже не сбылись какие-то мечты. Я знаю, что многие из вас не достигли своих целей. Но прошу вас, не думайте, что так будет всегда. Не думайте, что если кто-то чего-то добился, а вы нет, это значит, что с вами что-то не так, или значит, что вы куда-то не туда идете. Так будет не всегда. Каждый двигается со своей скоростью, со своим темпом. Когда вы сравниваете себя с другими людьми, то вы априори неправильно поступаете. Вы неправильно поступаете, потому что вы не знаете жизни этих людей, и вы не знаете, как дальше повернется их жизнь. Кто-то становится богатым в 20 лет, а в 30 теряет все и богатство, а может быть и жизнь. Кто-то становится богатым в 50 лет и живет потом еще до 100. И вот кто из них богаче, да, кто дольше обладал богатством, опять же, богатство это тоже достаточно условно. Двигайтесь в своем темпе и сравнивайте себя только с собой в прошлом. Если у вас что-то не получилось в этом году, то ни в коем случае не останавливайтесь, и у вас обязательно получится это в следующем году. Я знаю по собственному опыту, потому что этот год плюс-минус, точнее не плюс-минус, этот год хорошо закончился для меня. Но прошлый год для меня закончился, для меня это был год застоя. Знаете, на Новый год я посмотрел на свою жизнь и понял, что, блин, все идет по кругу, ничего не меняется, и я очень расстроен был. Но на этот Новый год очень многое поменялось. Хотя в моей жизни были сложности, этот год был сложнее, чем прошлый, но пройдя через эти сложности, в итоге он закончился лучше, потому что в этом году было больше перемен и больше позитивных перемен. В итоге все привело к лучшему, за что я, конечно, благодарен Богу за то, что так все получилось, так все обернулось. Но хочу сказать вам, что Новый год – это отличный момент, который позволяет вам сбросить все, что было до этого, как рюкзак с грузом, который вам мешает, который тянет вас. Груз ответственности, того, что о вас подумают другие люди, ваши близкие. Груз неудач, когда вы уже много чего пробовали, у вас не получалось. Груз упущенных возможностей или фома. Груз сравнения себя с другими людьми. И вот все это вы можете скинуть и начать с чистого листа. Ну, как будто вы только родились. И в этом плане Новый год учит нас вот так обновить свою страницу, перевернуть свою страницу, да, и начать жизнь с чистого листа. Чего и всем желаю. Сбросьте все свои рюкзаки и идите спокойно, идите в своем темпе и идите налегки. Спасибо за просмотр. Спасибо вообще, что смотрели меня в этом году все это время. И специально для тех, кто досмотрел это видео до конца, хочется сделать тоже небольшой подарок. Активируйте вот этот код. Первые 10 человек, которые его активируют, получат случайную сумму на бирже Binance. Также переходите в наш Telegram канал. Там у нас тоже бывают часто криптобоксы. Разыгрываем, что-то раздаем. Благодарим вас за то, что вы нас смотрите и остаетесь с нами. Всего хорошего. Всем, как всегда, больших заработков. Пока.